Пасхи У нас в душе возникали правильные чувства. Я это говорю совсем не случайно, поскольку как человек, выросший в церкви и знающий эту службу с самого-самого раннего своего детства, знаю по себе, как часто можно впасть в некое такое сентиментальное расположение духа, особенно от трогательных и очень красивых песнопений, которые звучат в эти дни, и совершенно неправильно воспринять то, о чём в Евангелии рассказывается, потому что евангельский рассказ никак не для того даётся нам, чтобы мы сентиментально сочувствовали Христу, чтобы мы с яростью обречали иудеев и чувствовали себя причастными к его страданиям и к его славе, его воскресенье, на том лишь основании, что мы же крещённые, мы же христиане, мы ходим в церковь. Вот это очень неправильные чувства, и хочется помочь и себе, и вам их избежать в этом году. Поэтому Святая Церковь, видимо, знает тоже об этой опасности, об этой яме, в которую можно очень легко упасть, и готовит нас евангельскими чтениями, притчами Господа Христа в Великий Понедельник, Вторник и Среду, то есть готовит нас вот к этим главным дням. Как готовит? Настраивает правильно нашу душу. Каким образом? Ну, во-первых, мы с вами слышим в эти дни тропарь «Се жених грядет в полуноще». И этот тропарь наверняка вы или знаете на память, или слушаете в записи, да, помните, какие слова там говорятся. «Се жених грядет в полуноще, и блажен раб его же обрящет бдяще». В чём это бдение состоит? Вот сегодня об этом мы с вами, собственно, и поговорим. А также важной темой нашего сегодняшнего разговора будет, к кому обращены слова, притч, которые мы слышим сегодня и будем слушать эти два дня, и кого на самом деле обличает в них Господь. Это очень важно понять. Итак, начнём мы с вами с первой притчи, которую мы читаем с вами сегодня в Евангелии. Это притча о смоковнице. Вы помните, как Господь наш, входя в Иерусалим, подходит к смоковнице. Смоковница – это инжир, инжировое дерево, и не обретает на ней смокв. И говорит он дереву, что будет проклято это дерево, будет проклято эта смоковница за то, что не было на ней плода. На другой день апостолы идут этой же дорогой и говорят Спасителю, «Смотри, та смоковница, которую ты проклял, вот она иссохла». Господь говорит, что вы удивляетесь этому? Если будете иметь веру, то и не только это чудо сотворите, но и скажете, «Горе сей, и она передвинется и вверзится в море». И вот здесь есть два момента в этой притче. Во-первых, скажу сразу, поскольку приходилось и такое слышать от паломников, Господь проклял только ту конкретную смоковницу, а не вообще смоковничное или инжировое дерево как таковое. Поэтому нам можно и нужно кушать смоквы. То есть нет в этом греха, а то приходилось такие мнения слышать в своё время. Так вот, за что же Господь проклял смоковницу? Тем более это удивительно нам, жителям Святой Земли, которые хорошо знают, что в это время года инжировые плоды мы не едим. Поясню, смоковница плодоносит дважды в году. Один раз в апреле месяце сейчас и другой раз в августе-сентябре. Однако те плоды, которые созревают в апреле, это так называемые мужские плоды. Они маленькие, невкусные. И они, в общем-то, предназначены только для того, чтобы когда они лопнут, пчёлки перенесли из них на женские цветы семя. И чтобы из женских вот этих цветочков, которые скоро появятся, вот из них уже будут развиваться женские плоды. И вот эти самые ароматные, вкусные, большие смоквы, которые мы будем есть в августе. То есть Господь, конечно, не мог этого не знать. Да, естественно, это знали все и знают все в нашей стране. И поэтому тем более удивительно, почему Он вдруг искал на этой смоковнице плодов, когда время, в общем-то, ещё не пришло. И вот здесь нужно понять, что Евангелие никогда нельзя понимать буквально и дословно. В Евангелии, как и вообще, кстати, в Библии, очень многое – это образы, это иносказательные вещи. В данном случае Христос действует как пророк, и смоковницу использует нам для назидания. Он показывает нам понятие само бесплодие. То есть если будете бесплодными, не будете приносить плода, то иссохнет корень ваш. Здесь смоковница – это и образ еврейского народа, тех из них, кто не принял Господа Христа, потому что три года Господь проповедовал среди них, творил великие чудеса, и вот не дали они плода. Но это и образ нашей души, который может остаться бесплодный. В чём же, собственно говоря, плод? Для этого давайте посмотрим на следующую притчу. Следующая притча о виноградарях идёт. Это всё там же в Евангелии от Матфея. Господь проповедует в Иерусалиме и говорит такую притчу. Насадил богатый человек виноград, и вот, когда пришло время собирать плоды, он посылает слуг к виноградарям. Виноградаре побили слуг и ничего не дали. Тогда он посылает других. Они тех камнями побили и плодов не дали. Тогда говорит господин винограда. Вот пошлю сына моего. Сына они устыдятся и отдадут положенные мне плоды. Приходит сын, виноградари убивают его и плодов не дают. И вот здесь образ, опять же, невыполнение своего предназначения. Виноградари были поставлены для того, чтобы возделывать виноградник. Это, опять же, образ учителей еврейского народа, фарисеев, саддукеев, о которых я чуть позже подробнее расскажу сегодня. И также это образ нашей с вами души. Потому что виноградник наш удобряется, можно сказать, находится в идеальных условиях. Как пишет Иустин Попович в толковании на эту притчу, Слово Божие, посещение нами храма, таинство церковное. Это, можно сказать, идеальные условия, чтобы в нашей душе выросли благодатные для Бога плоды. И вот Господь посылает нам пророков, так же точно, как Он посылал еврейскому народу. Ведь Библия-то у нас одна, мы тоже с вами читаем. Господь посылает нам святоотеческие писания, посылает, наконец, добрых людей, христиан на пути, посылает духовников, посылает нам, наконец, вообще самого себя. В таинствах мы принимаем Христа через причастие, да, сам к нам приходит в сердце. И что же, мы Бога всячески изгоняем. Вы скажете, ну как же мы изгоняем? Ну почему? Ну людей мы не убиваем, не воруем, не блудим, в церковь входим, на исповедь входим. А вот давайте посмотрим дальше. Для того, чтобы понять свой грех, иногда нужно вчитаться и в Евангелие, и в толкование Евангелия. И вот дальше Господь что говорит фарисеям? Посмотрите, блудницы и мытари будут встречать вас в Царстве Небесном. Почему Господь приводит им в пример блудниц и мытарей после этой притчи? Да вот почему. Фарисеи были заражены одним очень серьёзным таким духовным пороком. Тем же самым, которым и заражены многие-многие, да, наверное, все из нас, я же первая. Мы считаем себя праведными на том основании, что мы выполняем закон. Они выполняли закон Ветхий, Моисеев. Мы выполняем наш церковный устав, постимся в положенное время, на исповедь ходим, ходили, когда было можно, да, каждые две недели, причащаться, причащаемся. Утренние и вечерние молитвы вычитываем. Мы по закону христиане. Однако Господь говорит совершенно другое. Мытари и блудницы будут встречать нас в Царстве Небесном. Почему? Потому что им было знакомо покаяние. Вот покаяние – это единственное, что может нас привести ко Христу. Неисполнение закона. Об этом потом апостол Павел скажет. Иудеям и нам всем с вами, что по закону мы все осуждены. По закону можно только проверять. Это не сделал, это не выполнил. Потому что по большому счёту нет ни одного человека, который бы идеально выполнял весь закон. И ветхий, и новый. Нету такого. Не в том времени, я имею в виду, не было. Не сейчас нет. Соответственно, спасаемся мы только милостью Божией, то есть благодатью Господа нашего Иисуса Христа, Его голговской жертвой. А как нам стать к этому причастным? Как привлечь к себе милость Божию? А вот именно этим, не перечётом своих выполненных вещей, а покаянием. Вдумайтесь, как говорит апостол Павел, не слушатели закона спасаются, но исполняющие его. А в законе что главное? Милость и жертва. К этому, кстати, подводил и ветхий закон, ветхозаветный, и наш с вами новый завет. О чём говорит? Да любите друг друга. Вот этой любви, милости и покаяния у нас нет. Вы скажете, ну при чём тут покаяние? Я же на исповеди свои грехи назвал, отчитался, прощение получил. Так вот в чём всё дело, что покаяние – это изменение ума по-гречески. То есть это не разовый акт, говорят нам святые отцы. Это так понимали фарисеи и так понимал ветхозаветный человек. Я совершил грех, принёс овечку в храм за грех. Я совершал эти другие грехи, ну вот у меня есть день очищения, Йом-Кипур, и я по закону очистился. Святые же отцы на основании Евангелия учат нас другому. Покаяние – это изменение ума. Это когда человек жил-жил, и вдруг он понял, что он бесконечно, духовно болен. Вот, да, как вот, не дай бог, живёт человек, и не знает, что у него онкология, да, а потом узнаёт, оказывается, ему остался месяц жизни. Вот это духовное состояние, в котором мы должны находиться. То есть, как говорят святые отцы, покаяние должно быть постоянным состоянием нашего ума. Мы должны вопить ко Христу, как безнадёжно больной человек, вопиёт к самому лучшему врачу. Только спаси. Я понимаю, что грешен во всём. И сколько я на исповеди не отчитываюсь, грехов моих от этого никак не уменьшается. Потому что даже отчитываясь на исповеди весьма тщательно, я могу болеть самым главным грехом – самооправдание, и ощущение себя хорошим, добрым христианином, что я вот пришёл на исповедь и всё сказал. Если же человек постоянно чувствует себя духовно больным, то приходит смирение. Такого человека ничем нельзя обидеть, потому что он понимает, что достоин всего самого-самого плохого за свои грехи. Такого человека ничем нельзя обидеть, и он любит всех, потому что, видя грехи других людей, он эти грехи тут же находит и в себе. Вот это нам с вами нужно понять для того, чтобы, когда будем слушать мы с вами страстные Евангелия в Великий Четверг, не пылали мы благородной, справедливой ненавистью к иудеям и фарисеям, и саддукеям, которые предали Господа Христа на распятие, и не приняли его как спасителя, и до сих пор не принимают, и вообще красную корову хотят в Иерусалиме в жертву принести. А чтобы мы эти слова применяли исключительно к себе самим. Вы скажете, ну как же это возможно? Да очень просто. Для этого нужно понять, в чём был главный грех фарисеев и саддукеев. Они ощущали себя праведниками, они ощущали себя абсолютно честными, хорошими людьми. Значит, нам надо с этим делом покончить. Это первое. Второй момент. Нам нужно немножко войти в их положение. Вот, конечно, вам это труднее, потому что вы живёте в христианских странах, но большинство моих слушателей, кроме тех, кто тоже израильтяне, как и я. Но те, кто израильтяне, как и я, и являются при этом христианами, подтвердят вам сейчас мои слова, если вы могли, что евреям, которые живут в Израиле, прийти ко Христу и стать христианами в тысячи раз труднее, чем вам, живущим в христианских странах. Да и вообще евреям прийти ко Христу во много раз сложнее, чем неевреям. Я объясню, почему. Потому что на протяжении всех этих тысячелетий существования еврейского народа они очень сильно отделяли себя от Гоим, то есть от прочих народов. Они понимали, что они только знают Бога Единого. Они должны хранить чистоту и исполнять закон. И вот из их рода действительно родился Христос. Если бы они не хранили этот закон, если бы они не исполняли его во всем, не слушались Бога, да, были периоды, что они отступали, падали, вставали, но это уже отдельная тема. Тем не менее, родилась из их рода Пресвятая Богородица, которая была такой чистоты, что смогла вместить в утробу свою Бога Невместимого. То есть смогла стать Матерью Спасителя. Взял Христос плоть свою от них. Христос по плоти был евреем и никем другим. Так вот, этот народ вынужден был отделять себя от других. Иначе бы этого не произошло. И вот поскольку не приняли они Христа, то вот это отделение себя от других продолжается и сейчас. Вы знаете, что в нашей стране верующему еврею и иудею запрещено даже в руки брать Новый Завет. А у вас в России или в Германии, или в Америке любой человек может прийти в храм, в иконную лавку, да просто включить телевизор, и ему там будут вещать. Здесь же совсем по-другому учат в школах. Здесь совсем другое общество, и поэтому гораздо труднее прийти. Тем же ветхозаветным евреям тоже было непросто. Для них пришествие Христа было серьёзным-серьёзным испытанием. Надо вам объяснить, что в то время общество не было монолитным, еврейское общество. Существовали саддукеи. Это была элита, священники и первосвященники, которые сплошь были заражены римским языческим духом. Они фактически уже не верили даже в воскресение мертвых, то, что мы видим из Евангелия. Опять же, это были не все священники храма ветхозаветного. Это была партия, определённая партия, которая захватила власть в храме, считала, что храм должен быть богатым, что нужно иметь вес, и финансовый вес в том числе, и политический вес пред римлянами. И вот они превратили храм ветхозаветный, в общем-то, в торговую палату фактически. Там форум целый был при храме, где они и валюту меняли, и всё. Вот оттуда Господь изгнал торжников бичом. Помните в Евангелии этот момент? Фарисеи же, фарисеи жизнь свою клали на то, чтобы исполнять ветхозаветный закон. И делали это очень строго. И жили Библией, то есть ветхим заветом, они толковали закон, они всячески трудились, но впадали в другой грех, вот именно грех гордости, самомнении, самонадеянности. Исполняя, мол, закон, мы спасёмся. И забыли главное – милость и жертву. А милость и жертва рождается от покаяния. Вот поэтому Господь и говорит им, блудницы и мытари вас встретят в Царстве Небесном, то, что они через покаяние, через самоунижение пришли, а не через перечисление своих заслуг, своей праведности и своей принадлежности к истинной вере. Вот в чём дело. И поэтому мы с вами, если попытаемся войти в обстоятельства, то мы подумаем ещё чуть-чуть больше. Сколько людей было тогда на площади, которые кричали «распни его!» А каково было вообще население Израиля? А сколько евреев уверовали во Христа в тот период? Или сразу после его воскресения стали учениками апостолов? Мы читаем, после Пятидесятницы три тысячи приложилось к церкви, и дальше тысячами прилагались. Если мы даже возьмём население тогдашнего Израиля, округлим, точно на самом деле никто, конечно, не знает, но, предположим, возьмём как сто тысяч, то тогда на площади перед Пилатом кричали «распни его!» Ну, может быть, пятьсот человек. То есть, опять же, если говорить, что ответственность за распятие Господа лежит на еврейском народе, вот на той кучке саду Киев и фарисеев, да, она лежит, но нельзя перекладывать эту ответственность на весь народ в целом. Вы скажете, «А как же в Евангелии Господь их обличает? Господь Иисус Христос говорит им, Отец ваш дьявол!» Если вы почитаете в Евангелии внимательно, не будете вырывать из контекста одну какую-то фразу, да, и ею тыкать кому-то в глаза, не дай Бог, опять же, никого не хочу обидеть, но пытаясь донести мысль, если вы будете читать Евангелие в контексте, вы увидите, что Христос, во-первых, говорит со своим избранным народом, да, во-вторых, Он говорит с болью и с большой любовью, а как Отец их небесный и как земной учитель раввин и как педагог, Он имеет право говорить им, нам же это право никто не давал, ни в адрес евреев, ни в адрес мусульман, ни в адрес неверующей соседки Маши, мы с вами не имеем права произносить горячих, жарких, обличительных речей. Чем заканчиваются подобные обличительные речи? Политическими революциями, они заканчиваются криками «распни, распни его!» Крайнее ощущение своей кровоты и стояния в ней. В продолжении же этой темы очень советую вам прочитать послание апостола Павла к Кремлену, 11 глава. Она полностью почти что посвящена как раз вот этому вопросу. И как нам относиться к народу еврейскому, там полностью апостолам Павлом объяснено и всё дано. Помните, как начинается она? С того, что Павел вопрошает. Итак, неужели Бог отверг народ свой? Ни в коем случае. Или как у нас в церковном переводе – никак. И далее он объясняет, что Господь закрыл их глаза и уши. Он попустил это, чтобы не все пришли, для того, чтобы дать дорогу язычникам, то есть нам. Потому что если бы сразу весь еврейский народ абсолютно уверовал бы, то опять же наступило бы ограждение себя от язычников. И нам бы вход в церковь был гораздо более трудным. Господь смирил их для нашего блага. Это очень сложно понять, но почитайте внимательно, да, 11 главу с толкованиями желательно апостола Павла. Дальше он говорит, неужели споткнулся из рая для того, чтобы пасть полностью? Никак, говорит он. И настанет время, когда придут сродники мои. Апостол Павел говорил, лучше мне умереть, но чтобы народ мой обратился. Какая любовь у меня была к своему народу. И как он учил язычников, христиан из язычников, то есть нас с вами, не гордиться своим положением. И напоминал, что корень держит дерево, что они лоза природные, а мы прирощенная ветвь, да. Это очень важные мысли. Их надо глубоко в себя пропустить. Это может изменить вообще наши отношения, не только к евреям, вообще к окружающему миру, да. Если даже в таком остром вопросе, как Господь нас призывает к разуму и к примирению, да, насколько это важно. Кстати, вот мне задали любопытный вопрос. Я в комментариях ответила, но не совсем полно. Меня спросили вчера, вот, мол, так всё-таки на ослице въехал Христос в Иерусалим или на ослёнке? Во-первых, я хочу сразу прокомментировать и объяснить. Это на основании святых отцов, но в частности вот у святителя Кирилла Александрийского, можете почитать. Господь въехал в Иерусалим на молодом осле, на ослёнке, а сзади шла мама ослица. Кирилл Александрийский находит в этом очень глубокий символ. Он говорит, что спаситель едет на молодом осле, на животном ещё не обученном хорошо ходить, сплошь спотыкающимся, не самостоятельным. Это образ язычников, то есть нас с вами. Сзади же идёт ослица, его мама. Это образ Ветхого Завета. То есть Господь даёт первенство язычникам, даёт нам, язычникам, нам, тем, кто не евреи по крови, прийти ко Христу, принять Новый Завет первыми, совсем не для того, чтобы мы гордились этим. В этом образе нам напоминается, что рядом идёт и ослица, Ветхий Завет. Она идёт следом, но и она придёт, как пишет святитель Кирилл Александрийский. Так что видите, те мысли, которые я вам говорю, это не экуменизм, дорогие мои. Это, в общем-то, всё основано на Священном Писании, которое обязательно-обязательно надо читать с толкованиями. Почему я советовала вам хороший сайт optinabible.ru и в описании к этому видео ссылочка опять же есть. Тогда вопрос следующий. Так а надо ли называть вещи своими именами? Что же нам надеть, розовые очки, да, и говорить, что всё кругом розовое и пушистое? Нет, ни в коем случае. Надо просто разделить человека от того греха, который он творит, и избежать обобщений. Вот эти обобщения – это самое страшное, что может быть на свете. Молодёжь, она вся развратная. Евреи – они все сатанисты, мусульмане – они все развратники. Вот так говорить категорически нельзя, потому что Господь Бог любит и ценит каждую душу индивидуально. И мы с вами, правда же, надеемся, что к нам-то на страшном суде он индивидуально подойдёт. Он не скажет нам, русские, все богоборцы, они мне все храмы разрушили, попов убили священников, да, Господь так не скажет. Он каждого из нас будет судить индивидуально. Так вот и мусульманы, евреев тоже, правда же, не только нас, любимых, вот, но каждого. Соответственно, не нужно обобщать и не нужно вешать ярлыки, и нужно помнить своё смиренное место учеников Христовых, которые любят врагов своих, благословляют проклинающих их. И мы с вами пример этого будем видеть, когда Господь наш будет страдать на кресте. Но это уже другая тема. На сегодня, мои дорогие, я пока с вами прощаюсь, желаю вам всячески мира душевного и любви в сердце и обещаю выходить в эфир как можно чаще. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok